Людмиле Кулагиной было всего два года, когда началась Великая Отечественная война. Она жила тогда в блокадном Ленинграде. В Куйбышев приехала гораздо позже и проработала в этом корпусе медицинского университета почти 30 лет. Трудилась старшим преподавателем на кафедре биологии и генетики. В военное время именно здесь размещался Ивако-госпиталь. Значение медиков нельзя выразить одним словом. Это подвиг. Что сейчас? Вы знаете, что во время войны врачи никогда не щадили себя. И на фронте они делали операции, лечили, несмотря на бомбежки, несмотря на то, что они не спали несколько суток, они все равно старались работать. Медицинские работники с первых дней войны спасали бойцов, вытаскивали раненых с поля боя, оперировали по несколько суток без сна. В военные годы в Куйбышеве развернулось 54 ВАК-госпиталя. В них пролечили около 180 тысяч человек. Одним из главных госпиталей был госпиталь на базе клиник медицинского университета. Этот госпиталь объединял крупнейшие врачебные кадры, но они же и бывали в госпиталях других, их ученики работали в других госпиталях. И нужно сказать, что особенности и достижения самарских хирургов были в том, что процент смертности был крайне низок. Напомним, на днях президент Владимир Путин присвоил Самаре почетное звание «Город трудовой доблести». Этот статус – заслуга жителей военного Куйбышева, в том числе врачей и санитаров, которые в годы Великой Отечественной войны не жалели себя ради общей победы. Всего такое звание получили 20 российских городов. От всей души поздравляю и перечислю эти города, жителей Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и Самары, Перми, Нижнего Тагила, Саратова, Омска, Казани, Новосибирска, Ярославля, Магнитогорска, Ижевска, Уфы, Томска, Ульяновска и Иваново, Новокузнецка и Иркутска. И Боровичей только что тоже о них было сказано. Я хочу пожелать всем вам здоровья, всем жителям этих городов новых трудовых совершений. Именно Куйбышев в годы войны стал запасной столицей. Сюда эвакуировали правительство, Верховный Совет СССР, дипломатический корпус, Большой театр, симфонический оркестр всесоюзного радио, Ленинградский драматический театр и многие заводы. Этот статус наш город заработал в годы Великой Отечественной войны. Общеизвестный факт, что город Куйбышев внес значительный вклад в ускорение победы. Сюда переехали предприятия из западных территорий Советского Союза. Здесь они разворачивались в боевых условиях, потому что вы знаете, что выпуск деталей и вооружений, самолетов начинался еще до того, как появлялись стены цехов этих предприятий. Сравнительно небольшой до войны город с населением в 390 тысяч человек принял огромное количество эвакуированных. В сентябре 1941 года в Куйбышеве проживало уже около 700 тысяч жителей. Кроме того, в регион переправили почти полторы тысячи организаций, в том числе 60 крупных промышленных предприятий. Мэри Илчан, Сергей Баскин, События.